Вот она вытяжка, видно сразу, вот оно пятном, водянистое. Это, получается, сторона стенки, получается, просто мокро стоит. Новоалтайск, новостройка Натитова. Дом сдан в октябре, а в начале ноября в нескольких квартирах на девятом этаже заплакали стены. У меня начал балкон потекать. И ситуация в том, что я вызвал, получается, с гарема людей, чтобы они пришли и посмотрели. Мне сказали, что у меня якобы тяги не хватает для просушивания квартиры. Проходит время, буквально еще дней 10, у меня начинает стена, правая стена, получается, возле вытяжки, начинает сильно промерзать и начинает сильно течь. Настолько сильно текет, что у меня почти вздувается, ну как не вздувается ламинат, у меня сильно просто скапливается вода, кухонный гарнитур весь стоит мокрый. У меня было влагообразование на стене, в результате чего произошло отклеивание обоев, получается, от стены в спальной комнате. Но, к счастью, мне повезло, у меня эту проблему устранили. Такая проблема для квартир верхних этажей в первый год после сдачи дома типично, заверяет застройщик. Это проблема везде такая, и в Барнауле, и здесь у нас, когда мы сдаем дом зимой, значит, и дом сырой, и вот когда морозы начинаются, тяга получается вовнутрь. Эта проблема, она постоянная, и ничего тут страшного нет, она исчезает через год-полтора-два даже. Застройщик советует чаще проветривать помещение, включать вентиляторы на вытяжку и следить за собственностью. Однако жители не устраивает и состояние подъездов. Произошла деформация различных покрытий. Произошло отслоение тамбура от общей жилой площади подъезда. Пока нам ответа не дали, запросы все оформляли. Скажите, пожалуйста, кто так строит? Сейчас, потому что так вот строят, как попало. Ну, тамбуру, они же ведь, когда вот этот пристрой, как тамбуру, она отдельно от дома строится. Потом уже мы его, это самое, выложили вот, тоже летом, и при температуре, вот видите, получается здесь трещина. Летом все устранится, сейчас все дергается. В подъезде может трещинки быть, могут трещинки быть, ничего тут страшного нет. Недочеты устраняются. Достаточно написать заявление, говорит Геннадий Журавлев. Однако собственники утверждают, застройщик и управляющая компания неохотно идут на контакт. Да и цена образования на тариф по отоплению, несмотря на наличие собственной котельной, людей возмущает. У меня, получается, студия, 28 квадратов жилой площади, и у меня просто за отопление, это считает, трешка вышла. Ну, что это вообще? Дом у нас новый, мы еще толком не живем, но за коммуналку платим уже больше, чем в квартирах, в которых живем. Когда семья начнет полноценно жить, то коммуналка возрастет до 7-8 тысяч за двухкомнатную квартиру в городе Новоалтайске, это вообще неслыханно. Текущий тариф у нас за одну килокалорию составляет 2937 рублей. Тариф у городской котельной составляет 1630 рублей. У нас и 2900, и в городе так же. 1600 вот здесь, на Деповской у нас, и на высоковольтной, вот это наша котельная, которая была здесь. Только единственная котельная, где, значит, занижены эти нормы. Тарифы рассчитывает управление по ценам, значит, города Барнаула. Вот. И они сосчитали так, как она есть и как должно быть. И он такой же, точно, как по городу, по всему нашему Новоалтайску. Застройщик заверяет, в скором времени тариф на отопление для жильцов этого дома станет немного меньше городского, в среднем на 50 рублей. А что касается других жалоб, советуют набраться терпения и понимания. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.